Всем привет! Ровно два месяца назад я находился здесь, в этом же месте, и разговаривал с Романом Себекиным, предпринимателем, который принимает и перерабатывает пластик, дает ему вторую жизнь, делая из него строительные материалы. Спустя месяц после нашего первого интервью, все производство романа сгорело. Я вернулся сюда вновь, чтобы понять, каково это потерять весь свой бизнес, потерять дело своей жизни, и при этом не потерять себя. Меня зовут Андрей Скрыпник, давайте начинать! Субтитры создавал DimaTorzok 11 мая я в ночью прилетаю из Китая, ну это получается 11 на 12, и за мной приезжает в аэропорт «Жена». Ну нет, это ночь получается, уже 12 число, воскресенье, и по дороге у нее там, где на землячке, там колесо взрывается. И она бросает машину, соответственно вызывает такси, приезжаем обратно. Ну в обед, думаю, надо поехать забрать машину. Ну поехал, перебортирует колесо, приезжает домой, и тут, короче, жена падает с табуретки и ломает ногу. Это все один день. Это все один день, да, это такое прям, вот, она, короче, ломает ногу, мы едем в травмпункт, где там наложили гипс, все нормально. И едем обратно, и мне звонит сосед, говорит, Роман, у тебя горит дом, и все твое имущество. Ну и все, и тут, и тут понеслась. Пока приехал уже, тут уже все горело, полыхало хорошо, я уже видел, где-то с металлургов уже дым большой. Думаю, ну, значит, хорошо горит там, блин, уже я думаю, ну, наверное, половину она не спасти, может быть. Ну, я так думал, что, я думаю, а здесь у меня мама находилась, потом тут у меня еще люди были, которые помогали. Ну, в общем, оно такое стечение обстоятельств, я так думаю, знаешь, как бы, как доминошка, да, вот убери один кусочек доминошки, и все, как бы, рассыпется. Дальше не пойдет, а тут получилось так, что там мама топила баню, искра попала на деревяшки, пока там шлангом маленьким тушила, короче, ничего не помогало. Потом пока раскатали у нас на территории гидрант, раскатали гидрант, оно уже занялось, он уже горит, сосед вышел, говорит, а вы пожарку вызвали? Она говорит, нет, уже 20 минут горело, короче говоря, пока пожарка приехала, соответственно, ну, короче. Только это все получается от искры, от... От искры, от бани, получается, да. В итоге никто не пострадал, слава богу, никаких жертв не было, тоже, слава богу, и... То есть это прям пронесло, это очень хорошо. Это первый этаж моего эко-офиса, здесь мы вот, отсюда мы заходили, здесь у нас была... Здесь был большой зал, там у нас был офис один, там переговорные, вот. Ну, здесь где-то посередине, здесь выставочный зал, где находились всякие там плитки, там, ну, и всякие изделия. Ничего спасти из этого не удалось. Ничего не удалось спасти, нет, абсолютно, все, все напрочь сгорело. И жалко, что сгорели. Мы делали экспериментальные вещи, ну, упаковку из водорослей, мы делали еще, этот, дерево-композитные изделия, которые планировали потом отдавать в политехнический университет. Придется опять заново делать, опять это время, опять деньги, опять, ну, как говоришь. Продолжение следует... Ну, вот так вот, что осталось. Верни, ничего не осталось. Ущерб, ну, в рублях, ну, может быть, наверное, миллионов в двадцать, как минимум. Это прям минимально. Сколько тебе до восстановления времени, как-то начну, чтобы вернуться на ту скорость, на ту мощность? Ну, на то, что было, ну, наверное, ну, лет семь надо, короче, вернуться. Так, понимаешь, многое еще из того, что я хочу реализовать, оно еще не реализовано. То есть, вроде бы, было много сделано, там, гигантское количество, там, работы было проведено. Но еще, еще хочется, еще, еще, еще вот то доделать, то, 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 то. И поэтому, ну, понимаешь, сейчас тормознуться, бросить, потом, блин, ну, начинать делать, ну, не заново, а начинать сложно. Ну, и, там, один мой друг сказал, он, Роман, ну, второй раз строить или начинать проще, чем первый раз. Ну, знаешь, что интересно, у нас, как бы, я к этому делу отношусь очень, очень серьезно, к пожарной безопасности. На фоне пепелища это странно звучит. Да, хотя вот у нас тут на территории всегда шланг раскидывается, ну, то есть мы его не складываем. Сейчас вам это вот этот? Ну, это не этот, это, там, черный один шланг, если этот, этот, тоже, это временно для... Это тоже шланг, да? Ну, это, это для... Для душа, для душевой. Потом у меня тут на территории сразу же пожарный гидрант, у меня тут рукава, колонки, то есть... Но они не спасли тогда. Они не спасли, потому что вовремя их не открыли, вовремя некому было просто открыть. Ну, было такое, что соседи тут горели у меня, и мы тоже растягивали шланги и тоже тушили, поэтому тут, ну, по-разному. Ну, когда ты горел, соседи как вообще отнеслись к этому событию? Ну, вообще, некоторые, ты знаешь, два лагеря сразу стало. Короче, одни, блин, Роман, что нужно помочь, мы тебе поможем, а вторые, блин, да слава богу, что вы сгорели. Прямо так и говорили? Да, да. Говорят, мы, говорит, рады, мы, говорит, рады, что вы сгорели. Почему? Ну, потому что вот так вот. И плюс пожарной безопасности, еще скажу, что у меня тут, допустим, в эко-офисе у меня там и дом у меня везде, у меня там эти взрывные бураны такие специальные. То есть вдруг, если что-то загорится, он сразу взрывается, тушит. Но они срабатывали? Все сработали. Сработали все, но проблема в том, что пожар был не изнутри, а пожар был снаружи. Там скорбить, жалеть, и, ну, это неправильный путь, мне кажется. Если все отпустил, он так легче пойдет, и легче восстанавливаться будет, и проще будет. И не будет соблазнов там забухать, или бросить все, или все остальное. Поэтому он так вот руку поднял, отпустил, сказал, ладно, все хорошо, я все сделаю заново, все построю, ничего тут, как говорят евреи, хорошо, что забрали деньгами. Все остальное там построится, накупится, я думаю. Ну, со временем, ну, и что тут сделаешь. Частотный преобразователь, который, так, киловатт на 160 он. Вот один примерно частотный преобразователь, он стоит, ну, порядка 700 тысяч. У нас тут их было 5 штук, они тоже, короче, все канули в лето. Вот, там есть, там, допустим, такой, ну, для интереса, чтобы. Это вот такой вот дозатор для, так скажем, очень точно, по миллиграмму дозирует всяких веществ. Ну, мы для пластика покупали, он тоже там в районе там 750 тысяч стоит, короче говоря. То есть тоже все так, мы сейчас не знаем, мы оставили его, попробуем реанимировать, получится, не получится. Здесь моя половина домом была. А вот, и здесь у нас был балкончик такой, дети мне бегали по балкончику. И у нас было термоформовочное оборудование, где мы формовали различные изделия. Ну, экспериментировались с формовкой различных изделий. То есть, это термоформовка тоже мы сами делали ее. Тоже, короче, мне пока не сдаю на металлолом, потому что нужны, чертежей нету, вот, на все это дело. Опять поднимать, расчерчивать, и это все дорогостоящее, и долго занимает времени. И поэтому оставили просто как память для того, чтобы потом снять размеры и сделать такую же термоформовку для производства. Это у нас еще один такой щит силовой для экструдеров. Тоже полностью работающий был. Это у нас было такое оборудование для производства утеплителя. Это я, наверное, еще лет 10 занимался производством утеплителя. Тоже оставили его, не стали продавать. Оставили как, ну, думал, может быть займусь, может быть не займусь. Так осталось тоже. Вот, это у нас пресс. На нем подпрессовывали какие-то пластиковые отходы, которые приходили к нам. У нас же здесь еще как, ну, сейчас уже не единственная. Раньше это была единственная точка в Волгограде по раздельному сбору пластика. То есть каждый человек, так скажем, хотел. Не безразличная была, да, судьба, куда пластиковые отходы уйдут или выкинутся. Мог приехать к нам привезти эти пластиковые отходы, сдать. Мы их потом отсортировали бы и переработали бы у себя. И человеку было бы спокойно, что природу он не загадил. Ну, и нам, соответственно, плюс, что к нам приехал пластик какой-то. У нас остался, единственный остался гараж. И мы туда сложили там, ну, что уцелело, двигателя, цвет мед всякий разный. И у нас его вскрыли. Да. И, короче, на 1100 оттуда просто цвет мед вынесли. Ну, полиция. Да днем, днем, днем приехали на машине, начали грузить. Мы их поймали. А, вы поймали? Да, вызвали полицию. Ну, они, конечно, смылись там, чуть меня не сбили на этой машине. Вот, мы, ну, короче, полиция все установила, кто, что, как. Ну, они говорят, это не мы, это мы тут ни при чем. Оно валялось тут рядом, мы просто подошли, взяли. Здесь у нас были два бокса деревянных. У нас тут был прессованный пластик. Мы его планировали отвезти уже на переработку. Вот. Интересно, что буквально там три дня мы не успели вывезти все на переработку. У нас получается такая уникальная возможность задать тебе комментарии, потому что после первого видео люди пишут, оставляют, задают вопросы. Я буквально несколько хочу тебе задать. Как власти города реагируют на такой твой энтузиазм? Почему они не выделяют площади под ваши начинания? Пользователю YouTube показал, что тесно очень. Сейчас, конечно, все просторнее. Но были ли какие-то предложения от города о помощи, в том числе и после пожара, и до пожара? Ну, до пожара. Значит, городу, конечно, интересно, что я что-то делаю, что можно что-то показать, что в городе что-то творится. Позитивные изменения, позитивные какие-то. И все классно. Но город по факту ничем не помогает. Ну, и нечем помочь, и не может он, и нету никаких ни грантов, ни субсидий, ничего такого, для того, чтобы мы можем каким-то образом организовать помощь. Хотя, может быть, там чиновники из тех, которые готовы бы, да, что-то, но они по факту руки связаны, нету ничего. Ну, не было после пожара звонка от, условно говоря, какого-нибудь там чиновника муниципального с предложением не останавливать работу по сбору пластика и переработки, там, поддержки, пусть не... Я не говорю о финансовой, конечно, это глупо рассчитывать, у тебя ведь коммерческое предприятие. Ну, просто, да, 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 я понял, что... А просто то, что не бросай Роман, это дело, ты нужен городу. Нет, ни одного такого чиновника не было. Плюс ко всему, наоборот, чиновники активизировались после пожара, пожар был резонансный, дошло там до Москвы, был там селектор по Москве, и, ну, и наш губернатор сказал, надо все проверить, надо все жестко посмотреть, ну, и прокуратура взялась очень рьяно, и начали просто, как бы, знаешь, падающего, да подтолкни. Если бы пришли, вы сказали, Роман, ну, чем тебе помочь надо, мы вот, ну, понятно, что у тебя все сложно, понятно, что у тебя там много, много, что нужно улучшать, исправлять и все остальное, чем можем тебе помочь. А тут же нет, пришли, говорят, да, ну, понятно, все, у тебя сгорело, тебе так плохо, но мы сейчас тебе еще вот это, вот это, и вот это, и вот это, да, ну, я две недели после пожара ходил в проверяющую структуру, как на работу, с 8 утра до 6 вечера. Пока они работали, я к ним, я к ним, там, то на одно объяснение, то на второе объяснение, то на третье объяснение, сейчас там, буквально, там, позавчера приехали из всяких административных технических инспекций, и, ну, короче, много всех, и все пытаются со своей стороны выслужиться, и все пытаются со своей стороны наложить какие-то штрафы, наложить какие-то, ну, наказать. Наказать, да. Как таково производства переработки почти пластика β single out Мы здесь собираем пластиковые отходы, потом проводили их на переработку в другое место По факту производства у нас нет потому что проходили проверяющие и каждый месяц у нас приходили проверяющие много всяких разных pip91 наслаждения По тому что как реагировать нужно ли производство организовать частно или не нужно производство организовать частно секторе Скажу, наверное, одну такую вещь Ну, наверное, там все знают Компанию Apple, да, которая развивалась Изначально в гараже, там, собственного дома Да, там многие другие компании Которые развивались в гараже собственного дома У которых просто не было денег Для того, чтобы снять производственное помещение Куда-то переехать, ну, никто им не помогал И я тут, я начинал то же самое Со своего собственного гаража Я здесь, непосредственно здесь, начинал со собственного гаража Очень много, кстати, комментариев с поддержкой Оказались под этим роликом И даже с предложением Вот Александр Агафонов пишет, что Может дать под строительство теплицы Место именно на своей крыше Живет в деревне Могу сделать рекламу Да и отходы тоже могу принимать Если интересно, дай знать Я тоже в Волгоградской области Как ты относишься к таким предложениям? Как часто они тебе предлагают люди Сделать из своей крыши теплицу И тем самым пропагандировать? Первое предложение, которое прям позитивное Отличное Вот, надо будет с ним сконтактироваться С комментатором Вот, и сейчас мы запускаем именно программу Под прием авторесурсов за деньги Может быть он будет в своей деревне Зарабатывать Да, и на эти деньги Мы поможем То есть мы сейчас в таком ситуации Когда мы сами помочь не можем Но постараемся помочь Желающим Чем сможем, тем поможем Помощь нам нужна любая Естественно, деньги Это идеальным вариантом Но у кого-то нет денег У кого-то, допустим, дома лежит строительный материал У кого-то дома лежит Оборудование Болгарки, сварки Что-то еще какой-то Электроинструмент Который тоже не нужен Он тоже лежит Могут отдать его Нам нужен пенопласт Для того, чтобы Для того, чтобы переработать его Сделать блоки И восстановить эко-офис Потому что основная цель Основная моя цель Сейчас восстановить Не только дом Дом это Понятно, первый Где нам нужно жить А цель основная Восстановить эко-офис Для того, чтобы можно было И нужно было Заниматься пропагандой Среди детей, молодежи Популяризация раздельного сбора Экопросвещением Вот это моя основная цель Ну, если мы сейчас Проблему пластика Ну, с этим пластиковым отходом Не решим То это будет, ну На нашей планете, наверное И в Волграде Может быть, или еще Везде, я бы сказал Будет, наверное, вот то же самое Вот то же самое будет везде Потому что мы свою планету Сами сначала съедим Потом подожгем Потом будем жить На таком же пепелище Ну, как у меня Самое главное У нас остался еще живой наш самурай Как, наверное, символ того, чтобы Самураи не сдаются Ну, наверное, джиу-джитсу учит Тому, что, ну, неважно Какой сильный человек Какой он большой Какой он накачанный То есть Оно очень того, что Ну, победить можно Победить нужно И второе, что У тебя просто нет вариантов Для проигрыша Если ты должен победить Несмотря ни на что Поэтому Вот такая восточная ментальность Она, ну Очень импонирует мне И исходя из нее Ну, я иду по дороге Ну, так вот К своей цели Ну, мы желаем тебе Только победить в этой борьбе И наращивать армию Своих поклонников В том числе И среди зрителей Этого видео Убрать армию Да, спасибо Пока Пока